Друзья, всем доброго времени суток. Мы находимся в Икеа Нижний Новгород, отдел диванов. По вашим многочисленным просьбам мы сегодня будем вам рассказывать и показывать, что произошло с диваном Бейдинге, почему у него теперь сразу аж три матраса, один старый, два новых, какие новые чехлы. Мы уже неоднократно показывали их по-быстрому в разных обзорах с новинками, с прямыми эфирами. Сегодня мы будем детально рассматривать, залазить во все углы, которые только можно. Так, смотрите. Значит, сейчас диваны делятся по типу, по типу матрасов. Матрасы у нас пенополиуретановые и матрасы с пружинным блоком. Разница в цене, соответственно, есть. Чехол у данных диванов теперь несъемный. То есть чехол продается вместе с матрасом. Нельзя его купить отдельно. Раньше покупался отдельный каркас, отдельный матрас и отдельно выбирали любой чехол. Причем чехол было бешеное количество. Синтетический материал, такой плотный красивый рогожий, велюр. Ну, много было убеден, на самом деле, этих чехлов. За 10 лет мы перевозили их в бешеное количество, но вот, увы, сейчас нас ограничили ассортиментом. Теперь только три вот таких цвета. Бежевый. Кстати, это все ткани Шифтебу. Сейчас. Какой это света нехорошая? Это все ткани Шифтебу. То есть та же ткань используется у Страдмуна. И у диванов фрихетон. Вот бешка. Дальше серый цвет. Кстати, я на всех матрасах заранее, пока мы готовились к обзору, посидела, посмотрела и поделюсь с вами сейчас своим впечатлением. И синий цвет. Ну, Шифтебу, в принципе, показал себя неплохо по эксплуатационным качествам. Катышек особо нет, ткань не едет. Ну, есть убеденки нюансы, которые можно было бы исправить при производстве. Раскладывать, наверное, не будем, потому что есть разложенный вариант. Поэтому показываем сложенный и разложенный. Чехлы у нас на замочках. Было все то же самое. То есть, чтобы его разъединить, мы вот здесь вот расстегиваем молнию. Какие минусы у нового по сравнению со старыми чехлами? Старые чехлы были цельные и натягивались аккуратной юбочкой. Сейчас все вот это дело болтается и обнажает внутренности дивана, что не совсем эстетично. При этом задняя стенка у данного дивана теперь, можно так сказать, отсутствует. И в качестве разделителя пространства биденги уже не получится поставить. Раньше их любили вставить в центр комнаты, как-то сбоку. Сейчас его ставить только к стене, по-другому просто, друзья мои, никак. Каркас при этом остался такой же, металлический. Здесь у нас следы сварки. Также можно оснастить кроватным ящиком. Показываю пока с задней стороны, потом покажу все остальное. Ламельки. Кстати, ламельки, как и было раньше, продаются отдельно. Если у вас одна такая ламелька сломалась, то где-то порядка 50 рублей стоит ламелька. Вы можете ее поменять. Что мы и делали? Механизм тоже продается отдельно. Ну, по гарантии, да, у вас он, допустим, либо по гарантии, либо уже вне гарантии. Если у вас уже есть такой диван с чеком. Раньше вообще, по-моему, даже просто без чека можно было прийти на сервис выписать. Сейчас вроде сказали, что только при наличии. Ну, я думаю, это от магазина зависит. Смотрите, то есть, ну, тут вот реальная порнография, вот это все на липучках. Это, ну, тупо экономия, да? При этом сам чехол можно отстегнуть и постирать, либо сдать в химчистку. Мы свой стирали неоднократно. У нас старый темно-серый рамсто и светло-серый сейчас. Нашему дивану беденге. Сколько нашему дивану? Он у нас куплен в 12-м году. Значит, ему 7 лет полный полный. Да, 7 лет, 8. Пережил много чего с нами. Жив-здоров и невредим. Так, как-то мне неудобно. Мне бы в механизм забраться. Так, ну что, давайте вовнутрь залазить. Во-первых, пылище. Здесь ее просто бешеное количество. То есть, имейте это в виду. Когда вы сюда складываете постель и долго ее не достаете, она у вас ничем не закрыта, пыль будет капитальная, друзья мои. Ящик крепится, монтируется сразу к каркасу. Он не двигается. Сделать вы с ним ничего не сможете. Диван сам на металлических ногах. Здесь вот такие прокладочки. Ну, понятно, здесь собирали, да? Неаккуратно. Когда у вас, уже говорила, да, при эксплуатации вываливается одна из рейк, вы можете ее спокойно, спокойно, отдельно поменять. Сейчас моя задача показать вам механизм. Пытаемся вам изобразить процесс складывания механизма. Надеюсь, что у нас получилось. Дим, давай в обратную сторону. Ага. Ну, на самом деле, раскладывается легко. Просто я с камерой, Дима с камерой. И немножко нам неудобно. Да. А так все очень легко раскладывается. Все это одной рукой делается. За двух щелчков? Да, обязательно, кстати, два щелчка. Не знаю, было слышно или нет. По-моему, раз. Так, Дим, давай еще раз, продемонстрирую. Вот, короче, два щелчка. Нет. Если... Так, вот он разложенный. Раз. То он, разложенный. То он, разложенный. То он, получается... Ну, покажи его. Половина. Он получается вот под таким вот углом. Дима, лучше на твою камеру показать. Он вот под таким углом. Дай-ка я сяду, покажу. Реально вообще сидеть над таком углом. Читать удобно. Да? Слушай, а почему мы его так не раскладывали никогда? Правда, удобно? Не приходилось. Не приходилось. Вот реально, друзья мои. То есть вот сидишь, прям вот расслабуху под спиной. Здесь вот хорошо. Киношки смотрят. А? Киношки. Да. Киношки мы не смотрим. До свечной нет. Мы вечно в дороге. Ой, давай дальше показывать. Ну, поднимай. Это на один щелчок. И еще один щелчок сделай. Так, обратно дай я его. Нет, нет, просто еще щелчок сделай. Все. Ты снимаешь? Да, снимай. А то я снимать не могу. Я пускаю. Вот теперь. Все. В этом плане все легко справится, даже ребенок. Так, механизм показали, что внутри показали, проломили, сказала, галеный чехол сзади показала. Теперь давайте разбираться, что вообще внутри, в чем разница матрасов. Хочу сначала показать вам. Пойдем покажем. Старый матрас. Кстати, до сих пор еще, ну не знаю, во всех магазинах или нет, в нижнем есть. А, кстати, вот эта инструкция. Каким образом можно диван. То есть, кто не понял, пожалуйста, смотрите. Да, есть, кстати, это на сайте. Значит, смотрите. Вот на данный момент можно купить старый матрас Левос из офигенного толстого слоя пенополиуретала. Причем это самый был бюджетный матрас среди матрасов на бедвинге. Там было тоже три уровня, как у Лиски или Левос. Но того тоже друга снимают. И механизм. Ну, как бы механизм, каркас, это все то же самое, что у новых вариантов. В чем фишка? Нет чехлов. То есть, чехол шить отдельно на заказ. Клиентка у нас узнавала с пересылом из Питера. Ну, ткань тоже ихняя. То есть, полностью под ключ. Она заказала, оплатила. Саранск приехала. 13 тысяч чехол из вот такого вот среднего. Ну, типа габадина такого вот мебельного. Ну, как рогожки, того же Шифтебо. Только, по-моему, что цветное было. Она говорила, что дешевле 10-11 тысяч, и ей ничего не выходило. Вот, это минус. То есть, если у вас, например, чехол есть, либо вас не смущает, да, это там съемная квартира, общежитие студенческое вполне можно накрывать пледом. Почему я за старый матрас? Ребят, вот он самый удобный, честно. Я когда села на новые, я понимаю, что есть люди, которые, допустим, не трогали, не сидели на старом левосе, ну, и мэти нормально. А вот, ну, старый более упругий, более плотный. Вот я сижу, я попой доски не чувствую. То есть, в спине комфортно спать на этом диване. И еще, кстати, заодно передохну. У бидинги есть такая фишка. В сложенном виде это у вас полноценный диван. Так-то он считается трехместный, но вот по нашим опытам 5 человек спокойно. Три в середине, двое по краям, то есть толпу народу можно уместить. То, что нет никаких подлокотников. А в разложенном виде, друзья мои, это полноценный пенополиуретановый матрас для ста. То есть, вы убиваете двух зайцев. Днем у вас диван, ночью кровать. И еще такой момент. Ширина спального места, вот этой части, в ней разложенном виде 90 сантиметров. То есть, вы можете не раскладывая получить спальное место, как односпальная кровать. Это на тот случай, если вам тупо лень и раскладывать не хочется. В разобранном виде метр сорок. То есть, полноценная двушка на двоих. Хватает вот так. С нами часто еще и старшая дочка умудрялась спать. И места хватало, кстати. Единственное, что подушка у меня всегда заваливалась. Куда? Ну, за кровать. А, ну, Дима любит спать с края. Они стояли у нас как-то вот возле стены, вот как стоит здесь. Да, то есть, спинки нет. И получается, что, ну, куда-то подушка у него ездила. У меня ничего не ездит, у меня нормально. Но сейчас мы на нем не спим. Он у нас даже уже дома не живет. Он переехал к моим родителям. И на нем папа спит. Дед говорит, диван не отдам мое. Даже не подходите. Так, это была минутка лирики. Давайте теперь разбираться с новыми матрасами. Сначала давайте я вам прям по ощущениям, по своим. Вот это просто матрас с пенополиуретановой. Значит, пена с чехлом стоит 11, а пружина стоит 14. Разница 3000. Ой, господи. Ее просто вот здесь вытащили ногами. Пена. Ну, потоньше. Вот даже по проминаемости. Вот жалко их это. Рядом не получится. Вот прям... Дим, можно вот это показать? Вот я целиком весь матрас могу сжать прям в руку. Ну, со средними усилиями. А вот у старого... Покажу сама. У старого... То есть я больше усилий прилагаю, чтобы сжать вот этот кусок пены. Так, теперь давайте с пружинным. Ну вот в пружинах он прям совсем мягкий. Вот если вы хотите поплотнее, совсем плотно и чехол не напрягает, берите старый вариант. Чехол нужен обязательно, берете пену. Если хотите мягко, прям вот как бум проваливаться, то тогда берете пружинный блок. Пружинный блок, кто помнит, раньше у Икеи были детские матрасы с независимым пружинным блоком, то есть каждая пружинка в кармашке. Здесь все хорошо, но сам пенополиуретан тонковатый. Пойдемте, мне сотрудники сказали, какой диван уже расчехляли по этому поводу, показывали клиентам. Так, ты и я. Значит, вот здесь все у нас на замочках. Я бы не сказала, что супер легко отстегивается. Короче, расстегивается фиговастенько. Вот он, слой пенополиуретана. Здесь прячется... Так. Давай, давай, не знаю, как ты с ним... Мне надо двер... Заело? Угу. Причем не получится здесь прячется... Вот пружинки сами. Вот здесь, то есть много-много вот этих стаканчиков. Просто сама пружина очень-очень мягкая. То есть виточки маленькие и прям вот очень-очень мягкая пружинка. Ну, дай бог, не бог. Застегнуть обратно очень сложно. Причем ткань у меня не заела, внутри не заживала. Ну, вот сама молния, короче, ни шиша не идет. Ребята, извините, но поправить мы не смогли. Так, вот эти хвосты крепить обязательно. Это у нас фиксация матраса, чтобы он не гулял. Ящик, соответственно, вы ставите по желанию. Вот они, отверстия под ящик. Хотите ставьте, хотите не ставьте. Но вы видели, сколько пыли. Я рекомендую взять те же сумки перкла, либо скоба, если у вас это не ежедневное хранение туда-сюда постели. Очень шумно сегодня. Что-то где-то реконструируют. Прям бум-бум-бум по голове. Так, ну, наверное, из нюансов все. Из того, что есть сейчас в Икее, ну, более-менее. Чего? Все? Присаживай. О, дай-ка сяду на свое нелюбимое кресло. Так, друзья мои, спасибо вам вообще. Давайте теперь еще поговорим. Спасибо вам за комментарии к последнему и к предпоследнему обзору. Будем вводить, решили, побудем вводить тестово, пробовать прямые эфиры. Скорее всего, это будет выходной день, раз в неделю. Будем пробовать, возможно, будет это делать чаще. Мы будем, наверное, как-то анонсировать это дело, да? Вешать баннер. Вот. Не баннер, а потом будет рассылка. Рассылка будет, да. Прямые эфиры будут, как это называется, через донат? Стрим. Да, то есть, это будут стримы с донатом, о чем мы с вами говорили. То есть, я вам буду давать полноценную консультацию, исходя из своего опыта, делиться всеми своими знаниями. То есть, вы, например, можете получить от меня информацию, даже не дожидаясь обзора. Например, можно там, да, что-то и через компьютер показать, какие-то нюансы обсудить. То есть, будете получать полноценную консультацию. Но это будет стоить, ну, не особо большую, я считаю, сумму денег. 100 рублей один вопрос. Это, ну, только давайте как бы по конструктиву, да. Если хотите просто там о погоде, о природе, пишите в Инстаграм. Какие-то мелочи можно написать в Ютубе, но, друзья мои, полноценных консультаций с разбором, с артикульными номерами, вот, то есть, объясните, расскажите, какая ткань, что лучше. Теперь вот через такой сервис. Я думаю, будет удобно всем и нам. Как бы это наше, мы делимся с вами своим временем и своими знаниями, опытом. И вам. Вы получаете эти знания и опыты и применяете, соответственно, на практике. Ну что, всем спасибо за обзор. Не забывайте ставить колокольчик. Нас, кстати, уже практически 16 тысяч. Давайте к двухлетию канала, к ноябрю, сделаем нам подарок. И нас будет 20. Договорились? Идем на эту цифру. То есть, репостим, репостим в соцсетях, делимся ссылкой с друзьями. Будет больше народу, будет еще больше пользы. Сможем придумывать еще какие-то для вас дополнительные фишки для всеобщего удобства. Ну, наверное, все на данный момент. А мы пошли снимать дальше. В разложенном виде. Вот он, получается, о чем я вам говорила. Метр сорок на два. То есть, полноценная двухспальная кровать на нормальный рост. О чем говорил Дима. То есть, если здесь у нас стена, подушка вот куда-то всегда гуляет, заваливается. Ну, вечно мой угол был там, у меня ничего не заваливалось. Еще такой момент, смотрите. То есть, старый матрас, у него свой чехол отдельный, а здесь чехлом матраса служит чехол дивана. Поэтому чехол вы не снимете никогда, только для стирки. То есть, здесь обязательно что-то нужен, какой-то либо тонкий топпер, либо на матрасник, потому что вот на этом шве спать неудобно. О чем я вам еще говорила, эта ширина, эта часть шире, это уже, соответственно, вот это вот будет не в середине, а где-то у кого-то под попой. Поэтому топпер все-таки желательно. Это матрас. Здесь простыня 1,40 метра, натяжная Netosmin. И, кстати, вот такая вот новая интересная постелька. Такой нежной постель, переходы розового. Стоит она у нас 3 тысячи. Это, кстати, новая лиоцельная постелька. Хорошенькая. С Netosmin можно сравнить. Плюс цвет самый интересный, не совсем характерный для Ikea.